Татьяна Анатольевна Тарасова дала новое интервью по поводу итогов финала Кубка России и вспомнила Олимпиаду. Но тут Татьяна Анатольевна немножко ошиблась. Она сказала, что Медведева выиграла произвольную программу на Олимпиаде, но на самом деле оценки были за произвольную одинаковые, что у Загитовой, что у Медведевой. И все-таки саму Олимпиаду сюда приплетать не совсем уместно. Вообще достаточно такая интересная история, которая там сложилась. Как-нибудь ее нужно разобрать уже, так знаете, до конца, чтобы больше ничего не оставалось. Ну а пока, именно возвращаясь к финалу Кубка России, что тут скажешь, и техника прыжковая, и сами прыжки у Туктамышевой в разы лучше, чем у Медведевой. Но если мы берем катание, например, то здесь конечно преимущество у Жени. То есть, скажем так, 1-1, да? У одной прыжки лучше, у другой катание. Пока 1-1, идем дальше. Вращение сейчас у обеих в не лучшем состоянии, у Туктамышевой они. Ну Туктамышевой, оно единственное было вот как раз в 2015 году, когда вот этот 14-15 сезон ее успешный был. Вот там вот финальное вращение у нее было очень неплохое. Но остальные были тоже так себе. Она, конечно, делала их на четвертый уровень, но высоких ГУЕ за них никогда не получала. Медведева же, когда только вошла во взрослые, еще совсем юная, она, конечно, получала высокие ГУЕ за вращение, потому что не теряла на них скорость и делала их очень хорошо. Но если мы рассматриваем настоящее время, то у обеих фигуристок они так себе и здесь ни у кого преимуществ нету. Ну и, наверное, дальше идут два фактора, которые будут определяющими. Не знаю, будет ли тренерский совет рассматривать два этих фактора, но все-таки они самые такие значимые. Это стабильность и репутация. Скажем так, в этом сезоне репутация у Токтамышевой после предыдущих провальных сезонов восстановилась и ей дают приличные ГУЕ на прыжках и компоненты стали повыше давать, хотя все равно они достаточно маленькие. Если мы рассматриваем Токтамышеву как фигуристку топ-уровня, ее компоненты просто смешные. Еще раз посмотрите на компоненты Лизы на финале гран-при. Если мы рассматриваем Медведеву, то, конечно, ее репутация ухудшилась, особенно после первого соревнования в сезоне, где она умудрилась проиграть Брэдди Теннил. И это было вдвойне обидно, потому что до того времени Медведева была единственная российская фигуристка, единственная, которая на международном уровне не проигрывала никому, кроме своих соотечественниц. Так что, конечно, было ужасно обидно. Так вот, репутация Жени немножко упала и за счет этого, опять же, у нее наверняка будет ничья с Лизой. У Лизы оценки немножко подросли, у Жени спали. Ну и последнее, это стабильность. И если мы посмотрим на соревнования, которые уже завершились в этом сезоне, то Елизавета, конечно, стабильнее. В любом случае, посмотрим, что решит Совет.